Автопатриоты не смогли обойти вниманием этот город. Война пришла суда вечером 22 июня. Газеты запестрили заголовками, полными гнева и решимости. В первой неделе войны Новосибирск принял 32 советских завода, 4 НИИ оборонной промышленности. Свои площади для этого предоставили институты, школы, различные депо, кинотеатры. Новосибирск массово выпускал самолеты Як-7. К примеру, из цехов авиазавода имени Чкалова вышел каждый третий истребитель, построенный в СССР. Пошло в практику здесь и коллективное огородничество. Площадь Карла Маркса здесь превратилась в большое угодье. А общее число плодородных плантаций составило 48 тысяч гектаров. Новосибирцы научились проращивать картофельные очистки и получать из них достойный урожай. Часто новосибирцы брали шефство над определенным полком или дивизией. В первые дни войны подразделение могло получить 30 полушубков, 31 пару валенок, 6 шинелей, 19 брюк, 30 свитеров и фуфаек. Военный Новосибирск стал и культурным центром Советского Союза. Временную прописку здесь получили Ленинградские театры, драмы имени Пушкина, Тюз, Театр кукол Сергея Бразцова, Минский драматический и еврейский театры, Ленинградскую филармонию с симфоническим оркестром. На хранение в Новосибирск перевезли тысячу музейных экспонатов. В городском театре оперы и балета хранились картины. В театре не было условий для хранения ценностей, эрмитажа и третяковки, и поэтому новосибирцы разработали свой состав для консервации, живописи на основе меда и яиц. Героическое наследие войны сделало город по-настоящему сильным, мощным и культурным. Отдадим дань памяти героям тыла вместе с автопатриотами. КОНЕЦ